Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Вы слышали Нэнси Пелоси, которая говорит, что поддерживать импичмент президента – это последнее, что она хочет сделать. И она даже не задумывалась над этим. Неужели? Только со дня, когда новости о разрушающего все нормы телефонного разговора Трампа с украинским президентом попали на глаза общественности, с этого момента импичмент стал неизбежным. Как у патриотичной американки и личности с глубокой и искренней страстью, у Нэнси просто не осталось выбора. Кости упали, она просто обязана убрать президента из офиса немедленно. Это история Нэнси, мы не умеем читать мысли, поэтому не можем вам сказать, правда это или нет. Что мы, однако, можем сказать с абсолютной уверенностью, доказуемой уверенностью, что истеблишмент Вашингтона думал об импичменте Дональда Трампа уже невероятно долгое время, даже еще до того, как он был избран президентом, представьте себе, они уже думали об импичменте для него. Примите во внимание следующий ролик с женщиной по имени Эвелин Фаркус. Фаркус была человеком Обамы в Министерстве обороны. Она помогала управлять прошлой администрацией и, верите или нет, украинской темой. Также она с радостью продвигала президентскую кампанию Хилари Клинтон в 16-м году. За две недели до последних выборов Фаркус появилась на одной дискуссии, которую, к счастью для нас, записали на видео. Кто-то спросил Фаркус, кто, по ее мнению, выиграет выборы. Вот что она сказала. У нас есть сильная система сдерживания и противовеса. И даже если Трамп выиграет выборы, я думаю, ему очень быстро объявят импичмент. Или кто-то другой должен будет забрать правление. И я сейчас не шучу. Если Трампа когда-либо выберут, и это, конечно, очень маловероятно, сказала она, то он получит импичмент. Чтобы быть предельно ясными, мы не утверждаем, что Эвелин Фаркус была частью заговора. Заговоры предполагают секретность. А что сделала Фаркус и остальные представители национальной безопасности, никогда и не пряталась. Они хвастались этим. Они ненавидели Трампа с первого дня. Да, Дональд Трамп вульгарен, но не эта причина их ненависти к нему. Они не согласны с ним в корне, и кроме того, с большинством американских избирателей, по разным темам, например, по теме России, но также по вопросу войн на Ближнем Востоке. Но больше всего, и это ключевое, они не могли контролировать, что Дональд Трамп говорил или делал. Никто не может. И это преступление, которое нельзя простить. Так что с первого дня они планировали его убрать. Этот украинский бред, только последний предлог это сделать. И их было много. Россия, Шторм Дэниел, вставьте любой случай. Статья в Нью-Йорк Таймс этим утром раскрывает, что это все лишь очередной предлог. Так как выяснилось, что член Палаты представителей, Адам Шиф, знал о жалобе Стукача еще до того, как ее опубликовали. На самом деле он организовал эту историю втайне, еще до того, как вы и я услышали об этом в нашей стране. Стукач связался с Шифом, который посоветовал ему или ей адвоката. Шиф потом врал об этом по телевизору в наглую и открыто. Он заявил, что никогда не говорил напрямую сотрудникам ЦРУ. Он знал, что признание этого подорвало бы историю и тем самым импичмент. Сегодня доверенные источники говорят, что Шиф сам спланировал сегодняшнюю новостную бомбу в Нью-Йорк Таймс. Он знал, что правда выйдет наружу, и он хотел как можно более выигрышный вариант для себя. Этого мы не можем подтвердить. Однако, вышедшая сегодня утром история сильно пошатнула достоверность обвинений, выдвинутых Шифом и другими. Не то чтобы Вашингтон это волновало. Они три года ждали, и им все равно, какая будет история. Редактор субтитров А.Семкин